Всем привет, друзья, с вами опять я, учёный Нуб Майнкрафте, и как вы помните, я уже довольно-таки много видео снял с цунами, там, цунами стекла, как я разрушал цунами, цунами из изумрудов, короче, на канале у меня довольно-таки, ну, не сказал бы, что много, по сравнению с другими ютуберами, у меня, ну, нормально цунами довольно-таки на канале, и сегодня я открыл для себя что-то новое. Всё это время я думал, что цунами это просто какой-то развлекательный мод, который можно достать только в креативе, этот цунами можно разлить только в креативе, и пользоваться им можно также только в креативе, ну, то есть это развлекательный тупо для видео, но недавно я осознал, что это далеко не так, и цунами, любое цунами можно скрафтить и разлить в выживании. Понимаете, я до этого думал, что их можно только вот так вот, смотрите, берёте, там, не знаю, так, где вот у меня цунами, я там достаю и разливаю, но нет, каждая эта ведёрка можно скрафтить, и я уверен, что многие из вас этого не знали. Вот, напишите в комментариях, кто не знал, я уверен, что вы смотрели вот просто кучу других видео ютуберов, как и я, я пересмотрел кучу видео ютуберов про цунами, и ни один из них не рассказывает, как скрафтить. Из-за этого подписчики думают, что можно достать только в креативе и повыживать с этим модом нельзя, но, друзья, выживать с этим модом можно, ведь эти предметы все подаются крафту, и сегодня, именно сегодня, и именно прямо сейчас, я вам хочу показать, как скрафтить каждое ведёрко, даже самое пустое ведро, вот, смотрите, пустое, ничего не делающее ведро, которое нам даёт много крутых эффектов, всё это можно скрафтить, и всем этим можно пользоваться в выживании. И что ж, давайте приступим к крафту, для этого нам надо верстак, как обычный верстак, да, никакой не гигантский, ничего, самый обычный верстак, об этом я узнал только сегодня, когда лазил на форуме по этому моду. Ну, блин, почему реально ни один ютубер обозревает мод, не рассказывает о его крафтах, а просто берёт и разливает цунами? Ну, по мне так, это не очень круто, и подписчики, у них как бы складывается в голове такое впечатление, что, ага, этот мод скрафтить нельзя, скачаю-ка я, поиграю с ним там в гейм-моде, жалко, что с ним повыживать нельзя, но, друзья, с ним-то выживать можно, но просто вот вам ютуберы не рассказывают, как его скрафтить, и сегодня я вам покажу, как же его скрафтить. Всё очень просто, давайте будем идти по порядку, я вам покажу, как скрафтить каждое ведро. Итак, первая ведёрка, самое обычное пустое ведро, с помощью которого мы будем как бы делать все остальные жидкости, все остальные ведра. Для начала нам нужно скрафтить такое ведро, и как же оно крафтится, сейчас я вам расскажу. Извиняюсь, друзья, крафта тут довольно-таки много, поэтому я открыл сайт, и буду вам всё показывать через сайт. Так, ага, вот вижу крафт, и чтобы скрафтить нам первое ведёрко, нам понадобятся довольно-таки труднодоступные ресурсы, именно три адских кирпича и одну адскую звезду. Мы открываем верстак, кладём в середину адскую звезду, и крафтим как будто ведро из железа, и у нас получается самое обычное ведро. Достаем это ведро. Хорошо, следующее, что у нас? Мы получили обычное ведро, но нафига оно нам? Мы хотим сделать цунами, друзья. Все из нас хотят сделать цунами, и как же сделать цунами? А всё очень просто. Для этого нам нужен алмазик. Да, самый настоящий алмазик, конечно, жалко алмазик на цунами, но что поделать, друзья? Открываем верстак, кладём сюда наше ведёрко, и кладём сюда наш алмазик, и получаем цунами-бакет. Все вы знаете, как работает цунами, и давайте, не знаю, я его куда-нибудь вот сюда, например, разолью, и пусть оно вот тут вот расходится, и всё затапливает. Все мы знаем, как работает цунами. Хорошо, у нас есть цунами, но мы хотим, скажите, например, вот эту вот жидкость. Что это за жидкость, я не знаю, но крафт, я её знаю. Конечно же, на сайте, как обычно, и для этого нам понадобится самый настоящий обсидиан. Так, смотрите, я беру, значит, обсидиан, где вот он у меня, беру вот это вот, значит, ведёрко, кладу его сюда, и кладу сверху обсидиану. У нас получается вот такая жидкость, не знаю, что она делает. И давайте прямо сейчас мы вместе с вами узнаем, что же она делает. Раз, два, три. Разливаем, и... А, ё-моё, я понял, что она делает. Короче, это жидкость, какая-то пустотная жидкость, которая просто всё вокруг поджигает, и распространится она точно так же, как и цунами. Окей, давайте сожжём это ведёрко, и... Блин, о, смотрите, чтооооо, не горят предметы в этой жидкости. Ну-ка ещё раз. Хопа, и, не, смотрите, верстак сгорел. Окей, вот такая вот пустотная жидкость, которая поедает у нас цунами. Окей, интересная штука, но следующее ведро, которое у нас есть, это у нас вот такое вот ведро. И давайте же посмотрим, как оно крафтится, потому что, если честно, я не знаю, как оно крафтится. Вот тут где-то у меня, по идее, есть крафт, и нужно, главное, хорошенько поискать. И, кажется, я нашёл этот крафт, ого, ничего себе. Крафт у него довольно-таки простой. Нам нужен всего лишь один жемчуг Эндр, и, смотрите, мы просто открываем, кладём сюда ведёрко, жемчуг Эндр, и получаем вот такое вот ведёрко. И что же делает оно, прямо сейчас мы с вами и узнаем. Готовы? Раз, два, и три. Хоп-по, ё-моё, что ты делаешь? Чё это такое, и чё оно делает? А, всё, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Короче, друзья, я понял, что это за штука. Смотрите, это штука, которая просто съедает все блоки на своём пути. Блин, а как её мне разрушить? Я её могу как-нибудь разрушить? Не, к сожалению, я никак разрушить не могу, но смотрите. Это пустотная штука, которая поедает все блоки. Блин, давайте быстрее доснимать наш обзор, иначе нас съест эта какая-то страшная штука. И хорошо, следующий у нас по крафтам. Я вам хочу сегодня показать те крафты, чтобы вы все знали и могли крафтить эти цунами спокойно у тебя в выживании. В вашем гейммоде 1. Блин, у меня начинает лагать Майнкрафт, и давайте-ка лучше отсюда отлетим. Потому что там слишком много всего, и там уже очень-очень стрёмно находиться. Например, отлетим куда-нибудь в другое место, где этот цунами пока что ещё не действует. И вот эти вот блоки, поедающие, тоже ещё не действуют. Например, куда-нибудь вот сюда, не знаю, можно. В принципе, да, давайте тут останемся. Друзья, пришлось переместиться в другой мир, ну потому что уж очень лагает. Следующее у нас ведро это фаербак, и для этого нам понадобится обычная ведёрка. И верстак, да, устанавливаем верстак, кладём сюда... Нет, 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 я же забыл ещё один ингредиент. Самый важный это зажигалочка. Вы посмотрите, насколько тут простой крафт. Кладём ведёрка, кладём зажигалочку. У нас получается такой фаербакет. Окей, давайте разольём его куда-нибудь, ну не знаю, например, вот сюда. И это, я так понял, тупо огонь, который будет распространяться, и поджигать абсолютно всё на своём пути, и его невозможно остановить. Интересно, а что будет, если его залить цунами? Но я думаю, что это ни к чему хорошему не приведёт, и ничего не произойдёт. Может быть, Майнкрафт крашнется. Хорошо, следующая ведёрка, друзья, следующая ведёрка. Очень быстро я вам всё показываю, чтобы провести какие-нибудь ещё интересные эксперименты по разливу этих вёдер, не знаю, как ещё сказать. Ладно, короче, для этого нам понадобится краситель, но не простой краситель, а по мне так это лаймовый краситель, да. И для этого нам понадобится ещё одна ведёрка. Блин, смотрите, друзья, для каждой жидкости нам нужна ведёрка. А ведёрка-то крафтится у нас из звезды ада. Давайте почитаем, сколько из сушителей вам нужно убить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь из сушителей вам нужно убить, если вы хотите скрафтить абсолютно всё из этого мода. Но я думаю, что в этом нет никакой необходимости. И что? Не может быть, друзья. Стоп, я не понял. Ещё раз. Ещё, может быть, вот так вот? Странно, друзья. Стоп, я серьёзно не понимаю, как это работает? Почему у меня не получается крафт? Ведь на сайте показано, что именно так нужно скрафтить вот это вот ведро. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю, но на сайте именно такой крафт висит. Кто не верит, может проверить, зайти на другие сайты, и там абсолютно такой же крафт. Блин, странно, о чём у меня, друзья, не получается. Срочно, пожалуйста, прошу вас всех написать мне в комментариях, как крафтится это ведро. Рассказать, чём я допустил ошибку, потому что я не понимаю, в чём моя ошибка. И давай всё-таки запустим это ведёрко. Я так понял, это токсичная жидкость, вот такая вот эта цунами из... Ух ты, ё-моё, ё-моё, кто тут спавнится? Вы посмотрите на это. С этих зомби же можно повыбивать алмазные шлема, и вы будете самым богатым на сервере. Но да ладно, ведь следующая ведёрко это у нас Frozen Bucket. И как же оно крафтится? А я уже догадываюсь, как оно крафтится. И да, для этого нам понадобится опять-таки лёд. Блин, 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 блин. Пошёл вон отсюда, пошёл вон, я тебе сказал, пошёл вон. Сколько тут зомби, капец просто. Хорошо, для этого нам понадобится обычный лёд, обычный лёд или плотный лёд. Я не знаю, какой лёд, сейчас посмотрим, в принципе. Давайте пробуем плотный лёд, и давайте пробуем обычный лёд. Так, обычный лёд у меня тоже есть. И давайте начнём с плотного льда. Итак, плотный лёд, проверяем. Нет, не получается, а 64, тоже не получается. Может быть, обычный лёд? И да, обычный лёд, всё работает с обычным лёдом. Если мы разольём этот Frozen Bucket, у нас польётся вот такой вот цунами, который замораживается. Короче, ну, я думаю, все поняли, как это работает. И давайте отлетим отсюда, чтобы у меня не лагало, потому что слишком много зомби, слишком много цунами. Цунами, как-то странно это звучит. Короче, это всё очень странно, и лучше подальше от этого места отлететь. Например, спуститься вот в этот огромный-огромный, преогромнейший каньон. О, друзья, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Который раз я пересоздаю мир из-за того, что у меня просто крашится Майнкрафт, из-за того, что слишком много жидкостей. Хорошо. Берём следующее ведро, это Pine Bucket. Хорошо, давайте испробуем его. Для этого нам понадобится, конечно же, ведёрко и, по-моему, костная мука. Вот серьёзно, я не проверял, я помню, смотрел крафты. И давайте проверим. Так, так. И да, смотрите, Pine Bucket. И давайте посмотрим, что же он делает. Например, сюда вот его запустим. И... Ага, друзья, всё, я понял, что он делал. Смотрите, он просто окрашивает все блоки в такой же белый цвет. Блин, прикольно. Слушайте, друзья, прикольный блок. И вообще прикольная ведёрка. Одно из моих любимых, конечно же, после цунами. Я думаю, что все любят у нас цунами. Без исключения. Кстати, друзья, напишите в комментариях, какое ваше здесь любимое ведро. И последнее ведро, это ещё один Pine Bucket. Я, кажется, догадываюсь, как оно крафтится, но я всё-таки посмотрю, друзья. Извините, но я, пожалуй, посмотрю. И да, оно крафтится, собственно, так, как я и предполагал. Нам нужен краситель. Только вот я не знал, какой краситель. А теперь знаю, либо фиолетовый, либо пурпурный. Давайте попробуем и проверим, друзья. Так, а нам нужно ещё ведёрочка. Хорошо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не трогай моверстак. Так, а ну-ка, не трогай моверстак. Да ё-моё, ты заколебал. Почему ты трогаешь моверстак? Давайте-ка сделаем вот так вот. Да ё-моё, чё ты делаешь? Ты меня заколебал уже. Хватит трогать моверстак. Давайте сюда вот поставим ведёрко. Краситель. И да, у нас получается Paint Bucket уже другого цвета. И мы можем... Воу, смотрите, как будто зима наступила. Слушайте, как это красиво. Можем даже устраивать противостояние, например. Вот так вот разлить эти Bucket, и они будут против белого. Блин, слушайте, друзья, это прикольно. А, смотрите, это даже Bucket, который ещё и блоки разъедает, помимо того, как их красит. Блин, друзья, прикольный очень мод. Окей, друзья, вот такие цунами вам сегодня показалось. Если вы хотите провести эксперимент с этими цунами, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Вскоре выйдет ещё одно очень интересное видео, но не про цунами. Ещё одно видео с учёным нубом. Если вам нравятся мои видео, то ставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, с вами был я, учёный нуб в Майнкрафте. Всем удачи, всем спасибо, друзья, и всем пока!